4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. Владимир Вольфович Жириновский – одна из самых ярких и противоречивых фигур современной российской политики. Он был лидером Либерально-демократической партии России – ЛДПР и известен как политик, который никогда не боялся высказывать свое мнение, независимо от того, насколько оно было радикальным или провокационным. Его выступления часто были эмоциональными и театральными, а речи запоминающимися. Одним словом, Жириновский был не только политиком, а отличным шоуменом. Почему ему удалось так точно предсказать серьезные политические события? И не только. Жириновский имел репутацию человека, способного с удивительной точностью предсказывать политические события. Некоторые эксперты объясняют это его глубоким пониманием политических процессов и умением читать между строк, а также непревзойденной интуицией и опытом. Он часто делал заявления, которые вначале казались абсурдными, но со временем находили подтверждение в реальности. К сожалению, никто не воспринимал его серьезно и часто отмахивался от политика или отшучивался. Как он провел свои последние годы? Последние годы жизни Жириновского были наполнены активной политической деятельностью. Он продолжал участвовать в выборах и выступать с публичными лекциями и дебатами. Несмотря на возраст, Владимир Вольфович не терял энергии и оставался видной фигурой на политическом Олимпе России. Жириновский рассказывал, что он обязательно победит на выборах президента, так как долгие годы был кандидатом и он по праву заслужил это почетное место. Почему он попал в больницу и от чего он умер? В конце жизни Жириновский столкнулся с проблемами со здоровьем, которая потребовала госпитализации. Точные обстоятельства его болезни не всегда освещались в прессе подробно. Однако известно, что его состояние было серьезным. К сожалению, политик не смог перенести известную болячку последних лет и умер, не приходя в сознание. Несмотря на свое плохое самочувствие, он и в больнице работал и решал многие вопросы. Когда мужчине стало совсем плохо, его ввели в кому. Он вышел с нее и даже разговаривал со своим помощником, который рассказал про СФО. Ты все знаешь? Да, Валерий Иванович, мы все сделаем. Очень много телеграмм поступило в эту больницу. Я, старого, отказался их читать, боялся, что это строишь. Но там они все оптимистические. Поэтому пусть мой блог передаст на тебе. Они здесь, они здесь. Я могу читать, они здесь. Хорошо. Ты, Василий, посмотри, что по стране активисты ЛТПР предложили пикеты. Два-три человека. Желаем скорейшего здоровья людей. Мы уже давно по всей стране ждем вашего возвращения. Наверное, тысячи видеообращений. Все очень-очень сильно ждут вас. Постоянно меня спрашивают. Жириновский был рад. Он считал, что России нужно было давно совсем разобраться. К сожалению, политику снова стало плохо. Он успел сказать свое последнее слово врачу. Про это мы уже снимали видео. И вы можете посмотреть его по ссылке в описании к этому видео. Или по подсказке выше. Жириновского вновь погрузили в кому, чтобы спасти. Но, к сожалению, организм не выдержал. Долгое время его смерть держали в секрете. Многие чувствовали, что тут что-то не так. Сплетни разлетались с огромной скоростью. Кто-то говорил, что Жириновский уже пришел в себя. И ему стало лучше. Кто-то считал, что он уже ушел. Кто-то думал, что он в коме. Но вскоре всем рассказали правду. И Россия скорбела от потери такого яркого политика. Его последнее пророчество. Владимир Вольфович был известен своими пророчествами. На смертном адре он выразил мысль о том, что Россия – это место будущего благополучия. Он призывал своих детей обратить внимание на землю, как на ценность и необходимость для выживания предстоящие тяжелые времена. Политик неоднократно призывал своих детей приобрести дом, где будет земля. Именно она сможет прокормить их в сложные времена. Над ним смеялись, махали руками. Жириновский старался объяснить, что вскоре все будущее будет за сельским хозяйством. Большие компании скупают все, до чего могут дотянуться. У них будет возможность вызывать искусственный голод. Те люди, у кого свое хозяйство, всегда будут здоровы и всегда смогут прокормить себя и свои семьи. Также он рассказывал, что видит Россию центром мира. Она справится, и ее народ будет жить хорошо. И она сможет согреть и новых людей, которые захотят присоединиться и стать частью России. Разговор с дочерью и похороны. Судя по всему, его дочь разделяла много его взглядов и поддерживала отца до последнего момента. Публичных комментариев от дочери по поводу последних слов отца нет. Но помощник Жириновского, который был до последнего с ним, рассказал, что видел дочь Владимира Вольфовича, когда та выходила из его палаты. Она была расстроена. Когда он зашел к политику, то тот сказал, что она не хочет его слушать, так как хочет видеть его живым. Но время пришло, и он чувствует, что скоро уйдет. Ему очень тяжело. Он не готов, и поэтому сказал дочери, чтобы она и все ее братья ни в коем случае не покидали Россию. Если они уедут, то не смогут спастись. Мир уже не будет прежним. Похороны Жириновского прошли согласно всей положенной церемонии для человека его статуса. Это было значительное событие для многих людей в стране, как сторонников, так и противников. Взгляды на будущее мира. Жириновский верил в то, что мировая система стоит на пороге больших перемен, что мы переживаем конечные этапы старого порядка перед чем-то новым и непредсказуемым. Его убеждения касались изменений как в социально-политических системах, так и в экономике. Жизнь этого человека оставляет после себя сложное наследие, наполненное яркими выступлениями, спорными заявлениями и предсказаниями о будущих переменах для страны и всего мира. Его предсказания – это не чудо чудное, а всего лишь следствие его знаний. Он был умным человеком и много знал. Политика была частью его жизни. Он жил ею. Да, конечно, есть многие, кто не любят Жириновского. И, возможно, эти люди будут правы, так как он далеко не святой. Владимир Вольфович делал ошибки. Иногда поступал неправильно, но сейчас не нам его судить. На том свете мы все получим свое. Поэтому давайте будем добрее и не будем писать оскорбления о мертвом или ничего, или только хорошее. Друзья, если вам понравилось наше видео, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы нас не потерять. А я с вами не прощаюсь, я говорю вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok